Все в шоке. Дэн, ты понимаешь, что это долгострой? В общем, друзья мои, я прозрел, но слишком поздно. Мне просто страшно, я не представляю, за что браться. Я еще мысленно в голове что-то прикидывал, где я там могу что-то где-то сделать. Но сейчас я даже ни разу в нее не садился, чтобы вы понимали. Братан, ну это все, эти фейл. Сейчас я реально начинаю понимать, что не просто так этот чувак от нее избавился. На этих сейчас мы его не заведем. Отдельная ламборгиния. Далю, гайз, это новый выпуск на канале Чердак. Я тут в Лас-Вегасе, жду Джорджа Клуни и Брэда Пита для того, чтобы ночью взять Беладжо. Но об этом чуть-чуть позже. А сегодня в выпуске мы будем заводить нашу недоламбу. Но перед этим я хочу рассказать, что же я делаю в Лас-Вегасе. Начали. А сюда я приехал только потому, что мне удалось найти точно такую же реплику. Ламборгини Диабло, которую строим мы, только уже готовую, уже построенную. Буквально в прошлом году завершенную. Эта машина продается за 52 тысячи долларов. Карл, 52 штуки баксов. Я бы мог, конечно, сравнить нашу недоламбу с оригиналом, но это будет неправильно. Правильно будет посмотреть, все-таки, как правильно пацаны реализовали то же самое, что есть у нас. В общем, какие у них зазоры, как открываются, закрываются двери. Я созвонился с хозяином этой недоламбы 2. И он говорит о том, что приезжай, Бадди, конечно, я тебе покажу. Все будет без проблем. В общем, посмотришь, и я думаю, ну окей, помчу. Вчера в ночь сорвался в Вегас, приехал сюда, и с утра он мне не отвечает. В общем, пока я жду от него на самом деле ответа. Вам предлагаю посмотреть сюжет из гаража, что же у нас там происходило, а сюрпризов там было много. Спойлерить не буду, поэтому гоу-сюжет, друзья. А если хозяин не ответит, то мы увидим недоламбу 2. Сегодня первый день, когда мы начинаем делать что-то с этой машиной. Я повстречался уже с несколькими товарищами, друзьями, людьми, кто увидел ее в этом состоянии. Я скажу так, что все в шоке. Все просто говорят, Дэн, ты понимаешь, что это долгострой? Но я верю только в лучшее. Я надеюсь, что мы это сделаем не долгостроим, а сделаем это за пару месяцев. Пусть это будет лютый кастом, но это будет выглядеть, Вася, персиком, прям вот честно говорю. Я думаю, что надо в первую очередь вытащить все отсюда изнутри и вообще посмотреть, с чем мы имеем дело. Тачка стояла на улице примерно где-то недели-полторы. У нас были дожди в Лос-Анджелесе, и поэтому здесь все, я думаю, подпромокло. Смотри, вот были времена, раньше крокодилов доставали, а сейчас лягушки. Ты царевна? Царевна, дай я тебя поцелую. Вдруг правда будет классная такая принцесска, а? Возьми меня. Вернись. Лягушка, вернись. Влагу оставим в машине, просто она немножко у меня потекла. Девочка тебя увидела. Я тут встречался с ребятами, они говорят, слушай, ну по кузову мы тебе вроде как готовы помочь, привести это все в порядок. И она через две недели может быть уже Вася желтой или красной. Пишите в комментах, друзья мои, какой же цвет мы и делаем. Просто, чтобы вы понимали, этот кузов, он не закреплен на этом шасси, и здесь он просто лежит сверху. Я вчера подхожу, беру вот так вот, и она поднимается, и она шевелится вправо-влево. Вон, смотри, видишь, он по салазкам туда-сюда ходит. Ее зиптайцами поможет, нет? Ненадолго. Ненадолго? Ну ладно. Итак, друзья, двери – самая большая головная боль. Они гуляют все вот так вот, и я думаю, что с этим надо будет что-то делать. В первую очередь надо снять их все, склеить, потому что они все разваливаются. Я купил сюда проводку, ту, которая нужна нам под этот двигатель. Но глядя вот на это все, я понимаю, что это страх и ненависть просто, и поэтому это надо все менять. Я думаю, поехать на пик-н-пул, очередную разборку, самому найти что-то сюда интересное. Там колонку рулевую взять нормальную. О, кстати, пацаны, а мне официально никто ключ не презентовал. А он тут есть. Я первый раз залез в эту машину. Ну, как бы охренеть можно. Ну как? Нежковато. Мой ключ от понтиака, друзья мои. Дайте, чтобы вы понимали, у меня написано слово понт. Это название машины. Ну, это ли не понт? Подожди. Да. Охренеть, как четко она переключает. Первая, вторая, третья, четвертая. И разница. Отпустите меня отсюда, пожалуйста. Мальчишки и девчонки, пупу-пупру-пум, глядя на мою недоламбу, становится страшно. Потому что я понимаю, мне нужно сделать вот это, вот это, вот это, еще вот это. А сколько запчастей мне нужно, от этого становится еще страшней. В общем, объехав с десяток, наверное, вот таких вот крупных американских сетевых автомагазинов, я не нашел элементарно ни свечей, ни топливного насоса на американский же мотор. Рядом с моим домом есть официальный сервис Бош, и я подумал, слушай, ну, я доверяю немецким запчастям Бош, может быть, я попробую зайти туда и уточнить у них. И что вы думаете? У меня теперь есть и топливный насос, и фильтр, и свечи. И еще я заказал очень много всего, например, тормоза, тормозную жидкость. Это, на секундочку, Бош, который занимает первое место в глобальном рейтинге по производству запчастей и расходников на широкую линейку автомобилей. Ведь Бош делает запчасти для большинства автомобилей, при этом не только для массовых, но и для эксклюзивных, как Ламбо. В общем, я, походу, нашел золотой Клондайк с запчастями. Надеюсь, что очень скоро наша Ламбо будет наваливать уже по улицам города. Вы слышали, как она звучит? Нет? А, у вас же все впереди. Тогда не буду спойлерить. Желаю вам приятного просмотра и гоу-сюжет! Он ответил мне! Он мне ответил! И я выезжаю к нему. В общем, ребят, я, правда, часа полтора, наверное, уже, или два, ждал от него ответа. У нас утро, Вегас, на улице. Так свежо, я хочу сказать. Вот. И он мне прислал адрес. About how long you think I still need to get ready. Вау! I will come to you. It's true! Курсы английского языка. Обращайтесь на канале Чердак. Все будет у Ася четко. Прям как у настоящих немцев. Я подъезжаю, собственно, по адресу, который мне прислал владелец Ламбо. Это его дом. Ну, то есть, вот вы видите, мы проезжаем жилые районы. Какая же шикарная погода на улице. Кстати, мой Мерседес прям очень вписывается в эту погодку. Местные жители очень бурно реагировали на эту машину. Особенно, когда я стоял у Беладжио, прям вообще. Все фоткали, все подходили. Nice car! Hello! Nice to meet you, Dan! Ха-ха-ха, ребят, я увидел машину. Он открыл гараж. Самодельная ламбардиния. То есть, вы поняли, да? Она не хочет спускаться, потому что ей чуть-чуть перепады. Она где-то уже чиркает, где-то цепляет. Ребят, я сейчас ему рассказываю о том, что я купил уже такую же машину. Вот он ее знает. Он знает владельца, потому что эти ребята, видимо, сами друг с другом общаются. Окей. Ребят, в общем, смотрите сюда. Происходит то, чего я боялся на самом деле больше всего. Видите, вот здесь вот просто нереальная щель. И она никуда не денется, насколько я понял. То есть, это все криво стоит здесь. Они реализовали здесь вот так вот эту вещь. Вот здесь механизм подъемный стоит, и он высоко поднят. И здесь щель, чтобы вы понимали, какая вообще. У меня вот эти же замки. Как это работает? Я имею в виду. Я имею в виду. Да. Тогда ты... О, окей. Вот это большая проблема. Я просто не знаю, как вот это реализовать сейчас замки. Здесь, значит, петли сделаны вот так. Не, просто п***ец. Простите. Простите за мой французский. Я купил то же самое. Я купил то же самое, как на eBay или Amazon. И я купил то же самое. О, да, это моя идея, тоже. Я хочу сделать то же самое. Да, маленький баскет, который входит в там. Вот такая вот сеточка здесь. Это они закрыли вот эти вещи. А, это не закрывается вот так вот. Окей. Ребята, они поставили турбину вот здесь вот, видите? И отсюда он сейчас стал турбовый. Так, вот эти вот механизмы вот так вот все сделаны. Вот так вот, смотрите, хопа, снизу. Точно такая же идея, как и у меня. То есть я хочу сюда поставить радиатор. Но только я бы это сделал немножко покрасивее. Здесь снизу вообще ничего нету, но здесь металлическая балка хотя бы есть, на которой может держаться бампер передний. И у меня ее нету. То есть лобовое стекло подходит от Хонды. Ребята, если честно, я не ожидаю, конечно, что у меня будет в разы лучше. Но в данном случае мне страшно. Вроде бы все сделано, вроде бы все нормально. Вроде бы выглядит прикольно. Но все равно оно настолько все не доделано. Это стеклоподъемник. У него хотя бы стекла есть, и они опускаются. Здесь вся приборка. Это все должно быть закреплено. Но это тоже так себе. Не закреплено. Но здесь, как вы видите, смотрите, все кругом. По саморезам, по всему прочему. Можно докрутить чуть-чуть. Как ты делаешь, как ты делаешь, как ты делаешь? Как ты делаешь, как ты делаешь? Отреат. Это работает? Да, все это работает. Ребята, в общем, чтобы вы понимали, Дэниэль построил не первую машину. Он построил 6 реплик, он их все продал. У него была Lamborghini Countach, которая продалась за... По 40 тысяч долларов он продавал вот такие вот реплики, которые он создавал. И его друг сейчас создает здесь. И это чисто, вот понимаете, американская деревня. Это какое-то безумство, ребят. Ему реально предлагают поменять на Jaguar F-Type на купешку спортивную. Ему предлагают на Dodge Viper, который чуть-чуть ударенный там, как бы, но не суть. Ему предлагают обмен на такие крутые тачки. Вот это вот. Он говорит, если ты свою построишь примерно так же, с движком 350, который у меня стоит, то, говорит, ты ее продашь за 80 тысяч просто изи. Я охреневаю, конечно. Но, честно, я прям, вот, как я сказал уже, я плачу и плачу. Потому что то, что я вижу, вот это все, это кошмар какой-то. Ну, в плане реализации. Я не говорю о том, что у меня будет лучше. Я не уверен в этом вообще. От слова совсем. Но, блин, ребят. Я, конечно, начинаю расстраиваться все больше и больше. Потому что я понимаю, что работы-то много. Но я хочу сделать челлендж, прям, вот, честно, для самого себя, наверное. И доказать всем, кто сомневается в том, что я смогу это сделать, что я хочу за ближайший месяц привести ее максимально в порядок и сделать из нее, прям, вот, максимально хорошую машину. Не знаю, что у меня с этим выйдет. Если есть кто-то в LA из друзей, знакомых или просто подписчиков, кто хочет мне помочь, ребята, welcome. Я всем рад, даже если не то, чтобы из LA кто-то готов мне чем-то помочь. Аутсайд прислать что-то вот на такую машину. Я тоже готов. В общем, я смогу это сделать. И я это сделаю. И я сделаю это, пожалуй, наверное, лучше, чем вот это. Я прям точно говорю. Хотя, может быть, отрежем крышу. Нахрен вклеим стекла. Не нужны мне замки. И, в принципе, салон. Шутка. Я сейчас жду в гости человека, который, собственно говоря, мог отказаться и сейчас спокойно сидеть дома. Но нет. Если вы угадаете, кто будет мне заводить двигатель, а я думаю, вы уже догадались, вот это нам предстоит сегодня завести. Итак, встречайте. Вашему вниманию Мистер Веш! Ребята, пока я свой паспорт ему не отдавал, потому что я сбежать сюда могу, когда он отключается. С таким удовольствием рассматривает нашего корча. Мне же интересно. Ну, согласись, тут нет ни хрена. Я купил машину Флинстоуну. Нет, ну если там была сквозная дырка, это был Флинстоун. Подожди, проще ее там сделать, чем завести вот это. Да! Ладно, ладно, давай визуально посмотри, пожалуйста. Визуально мотор есть. Больше того, дядя же сказал, что этот мотор ребил внутрь, то, что он его подготовил под то, чтобы поставить сюда турбины. Ну, мы что, заделать не будем, правильно? Нет, братан, я уже проходил это на Мустанге. Ну, ты понял. Я помню, я помню этот. Да. Я хотела меня шел. В общем, важная работа, это интеграция этого двигателя с коробкой уже сделана. Сколько это качественно, как это будет в дороге в работе, балансировка, вибрации, все остальное, это покажет время. Но, как оно установлено, пока претензий нет. Ну, кроме того, что он ее подушит, по-моему, нет. Она очень жестко стоит, мне кажется. Хочешь прикол? Попробую ручку переключения передач. Ух ты. Мало того, все вот эти педальки, все работает. То есть, если ты вот здесь, вот смотри, даешь газ на карбюраторе, у нас педаль газа шевелится. Слушай, ну, по большому счету, как бы, почему-то так страшно, как кажется. Ну, то есть, если мы ее заведем, не если, а мы ее заведем, она тут просто текла. Братан, я смотрю, у тебя прям увлеченный взгляд, и он прям пронизывает этот двигатель. Масло есть, антифриз тоже. Я пытаюсь создать контакт с другом. Окей, я сейчас тебя соединю, сейчас проводка. 250 долларов стоили вот эти вот предохранители, братан. А есть инструкция к этому лень? Я пойду нарисую. Я понял. Нарисую. Как тут еще работает? Ты понимаешь, что сюда не подлезть? Это реально, мне кажется, это единственный способ. Как в КамАЗах. Вот так и здесь. Чтобы вы понимали, пока вообще еще даже мы с места не сдвинулись, пока мы только рассматриваем и пытаемся понять, с чем мы имеем дело. Это самый главный момент. Такой вот кузов бази мне удалось сейчас найти. И то это не точно такая же копия, а другая, предыдущая. 9 тысяч долларов есть на eBay. Это чисто один файберглаз. Ну что, врешь. Готов? Да, конечно. Попытка номер два сбежать от меня, он уже один раз это сделал. Мне как-то загуглить надо, где у Пантьяка бензобар. В общем, пока в Режек ищет решение, я расскажу маленькую историю. Ребят, вот эти фары, у них надпись Nissan. Ниссан. Все помнят, Ниссан 300, старый был такой, как Fire Lady он назывался. Так вот, вот этот вот Ниссан, это от него фары стоят. Самый интересный факт, что оригинал Ламборджини Диабло использовали именно эти фары. То есть, можно купить на Ниссан подешевше, либо заказать, как на Диабло, и они будут стоить подороже. Но оригинал, самый интересный, у них была вот здесь просто сверху такая тоненькая черная накладочка, которая закрывала Ниссан и Made in Japan. Братан, знаешь, сколько стоят вот эти сеточки? Вот эти вот, кривые сеточки, 600 баксов. Суд идет и вон, и процесс кончается. И судья выносит приговор. Жесть. Надо на подъемник ставить. Сейчас посмотрим, как это на ней ехать. Я сразу сказал, что эта тачка будет по фану. Слышите турбину, ребят. Вот для чего нужна эта машина, ребят, она не должна быть построена, как настоящая и в копии 100%. Просто для фан, да? Это фан-кар. Да, я вижу. Надо было пристегнуться. Я даже не знаю, перемни. Смотри, звуки, конечно, мать твою. Просто все трясется, все стучит. Ощущение, что подвески нету. В зеркало видишь жопу, ламборгини, отсюда прикольно. У меня ощущение, что мы где-то сейчас что-то отвалимся. Прикольно, он говорит, есть такая штука, говорит, я тебе дам. Круто! В общем так, он красавчик, он прям специально поехал через парковку. Где тут люди? И вот, чтобы вы понимали, просто все смотрят, все оглядываются. Эффект достигнут, тачка выглядит как суперкар, не едет ни как суперкар, но для водителя это, безусловно, прикольная колесница. Он еще и дрифтит на ней. Это классная машина. Чтоб вы понимали, уже 100 миль, почти 160 км в час на самодельной машине. Я помню, я в Небраску ездил, у Влада был, у Файерберда, там вот он отжигал на 1200 сил тогда. Сейчас у него, кстати, больше. В общем, я там визжал, а здесь мы по городу просто на автомобилях, к которому доверия вообще нету, никакого. Спасибо, Даниэль, спасибо. Ты интересный человек, и у тебя интересный автомобиль. Я желаю вам проделать этот автомобиль. Да, да. И я думаю, что вы сделаете. Это хороший проект. Ребята, реально, веселый чувак, очень крутой, мне прям понравился, и машина у него зачетная. Конечно, понятно, что самодельная. Я вынужден ехать дальше и понимаю, что мне нужно решать свои проблемы вот с этой машиной, но мы сделаем все, чтобы было круто. Выглядит, конечно, она пушка вообще. Я это не могу пропустить. Это гараж там, где он строит эти машины. В общем, у него здесь есть все, как и у человека, у которого я покупал. И он мне сейчас говорит, сейчас я тебе там подкину, говорит, пару запчастюр для твоей машины, говорит, чтобы у тебя были. Ребят, у нас теперь есть настоящий значок Lamborghini, у нас есть переключатель для шифтера, и сам, собственно говоря, такой, как у настоящей ламбы, переключатель. Скоростей. Все, друзья мои, у вас дальше. Следующий сюжет, я поехал, пожалуй, домой. Сейчас мы узнаем, что там СМИ застался от Пентьяка. Самое страшное, что они его удлиняли. У нас есть бак, они здесь установили электробензонасос. То тогда сейчас идем по плану проверки свечей и наличия жидкости в цилиндрах. Далее пробуем дать питание на бензонасос. А дальше по факту, что мы имеем. Окей. Хирург, ваше слово. Пациент скорее жив, чем мертв. Но это не точно. Похоже, что у нас с клинами. Ладно, к этому восхищу вернемся только чуть позже. На этих случаях мы его не заведем. Реш, что происходит, братан? Это у нас с цилиндра потекла вода. Я еле отбежал. Где он? У нас очередной утопленник, хотя мы этого не заказывали. Получается, у нас в седьмом цилиндре было очень много воды. Твою! Почему мне везет на утопленников, а? Объясните! Давай! Братан, а он не вклинили, Ну, он сейчас не крутится, да. Сейчас будем вручную пробовать его прокручивать. Если он реально мертвый, братан, это все, эпик фейл. Ну, то есть, как бы, смысл... Он не крутится! Вообще, просто я... Вот сейчас я реально начинаю понимать, что не просто так этот чувак не избавился. ха-ха-ха, а-а-а-а-а... А, вон же, правая пошла. Да-да-да. О! Так, так-так, давай, братюня! Я походу один, да, такой долбанутый? Можно я еще? Она крутит, она не в клине Братан, ты помнишь, просто вот сейчас давай отключимся с тобой от всего Ты помнишь, Камара, мы с тобой ее оживляли Помнишь, то же самое было? Да Один в один мы выкрутили свечи Мы тогда ее вот с этого Сегодня заведем, поехали еще раз Второго цилиндра спалилась в водах Вот мы ее видим свечу, это где у нас была вода Ребята, по-моему, завелась так И она завелась в конце И здесь тоже Заведет Несколько не смог купить запчасти Свечи не смог купить Спокойно Дело в том, что вы удивитесь, ребята Но на шевроле американский Для того, чтобы купить свечи Нужно их заказать Нет, ни в одном магазине Они мне предложили три разных варианта свечей И, сука, ни одна не подходит вообще сюда Поэтому врежь старым дедовским методом Сейчас прогревают Потом их сейчас будут чистить Ты сейчас ее спалишь, нет? Вот там, у нас все масло Это что вообще есть такое, ребят? Это маслоподобная жидкость с водичкой С водой, да? Вода вышла изначально Ну классика вообще Я говорю, я не думал, что у меня будет очередной утопленник Но все просто вскрытие на лицо Протан, ты должен название канала поменять Не Денис Чудак, а Денис Посейдон В общем, друзья, у нас тут свечи почищены, поставлены Масло поменяли В масле было очень много воды Как, собственно, и в цилиндрах Протан, что мы делаем сейчас? Врежек, расскажи, пожалуйста Завелась или нет Ну, как бы, идем этим путем Обходными путями делаем так, чтобы мотор запустился Что из этого выйдет, сейчас мы все узнаем То есть, вы поняли Мы проводку еще не вкинули ни хрена Ничего нету Соответственно, накидываются проводочки Все подготовлено так, чтобы мы на брейк-клиннере запустили Так, жизнь есть Да ладно, она заводит Ну, еще, еще, хочу еще Дурун-дун-дун-дуру А звук-то будет огонь, а? Нету Вы представьте, вот это будет работать, когда вот Это будет звук пипец Давай бензин подключим Латан, это была демо-версия Я понял Я сейчас еще раз вам буду Попытай запустить Ты поиграй газунку, чтобы подачу воздуха сделать Ну, давай, не вопрос Ты горишь, как гоня У меня гоня Это любовь, тебе это пора Ты горишь, как гоня У меня гоня Это любовь, тебе это пора Да, 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 да Да, 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 да Нет Все, хватит Кина не будет В общем, друзья, это реально трэш и мне везет Здесь прям двойной, прям хет-трик, я не знаю, как это назвать Смотрите сюда Помните мой дом на колесах? Вот там был точно такой же насос И вот точно такая же ржавчина И запах такой же прям, как в том доме Вот эта штука стоит 200 баксов Ты, парень, уже на опыте Мне на пантеак искать, я правильно понимаю? Вот точно такой же Возьми с собой домашнее задание Только не ржавый, да, я правильно понимаю? Только не ржавый, конечно То есть мы еще хотели, чтобы он что-то где-то нам щелкал, заводился, да? На сегодня все Демобиль сейчас закончен Дальше уже посмотрим, как будет идея Дальше платничек пошел, да Спасибо Спасибо